Индюк, утка, дятел, ворона. Теперь ученики Балаковской художественной школы будут рисовать птиц с натуры. Конечно, и раньше на уроках использовались чучела животных. Это входит в программу обучения юных художников. Но уже много лет как модели истрепались. И изображать их на рисунках у ребят получается все сложнее. Тут перьев не хватало, а там хвост отвалился. У нас же не музей, у нас же чучело постоянно в учебном процессе используется. И поэтому, конечно, приходят периодически в негодность. Последнее приобретение было в 80-х годах 20 века. И за это время чучело, конечно, пришли в некоторую негодность. И пришлось даже ряд списать, потому что использовать уже было невозможно. Сейчас за новенькими моделями в очередь выстраиваются все педагоги художественной школы. Ведь рисование натюрмортов с птицами проходят в каждом классе. Традиционные птицы, сороки, вороны, галки, они достаточно просты по форме, может быть. И для детей это достаточно простая форма. А более серьезные такие птицы, как индюк, петух, они уже в более старших классах используются. Но, в общем-то, со второго или с третьего класса всегда используются в натюрморте чучело животных и птиц. По явлению необычных экспонатов в художественной школе предшествовала большая работа. Средства на их приобретение выделила депутат Саратовской областной думы Иван Чепрасов. А руководство учреждения провело поиски мастерских, где изготавливаются чучела. Оказывается, найти их не так-то просто. В одной организации недостаточно широкий ассортимент, в другой дороговато. В итоге остановились на питерском мастере, который специализируется на производстве моделей именно для художественных школ. Он же дал рекомендации по содержанию чучел птиц, ведь и у них есть свои враги. Обыкновенная одежная моль. Конечно, да, два раза в год их нужно обрабатывать специальным дихлофосом или средствами от моли. Хранить их нужно в специальном шкафу, ну не то, что специальном, в шкафу за стеклянными дверцами. То есть они не боятся света, но пыль и моль – это вот для них самые неприятные. Сегодня на уроке моделью выступает ворона. Старшеклассники учатся подбирать оттенки серого, прессовывать перья. Для них это уже не первая работа с чучелами животных, но с каждым разом экспонаты становятся сложнее. Рисование неподвижных таких моделей, чучел, животных и птиц, оно позволяет очень за длительное время изучить форму, изучить пропорции и получить прекрасный результат на рисунке. С живое животное, конечно же, так не нарисуешь, особенно когда ты еще только учишься, то, что делают у нас дети. Поэтому такие вот экспонаты, они помогают детям. Изучив нюансы рисования животных и птиц, юные художники впоследствии смогут работать и с живыми моделями. И не исключено, что кто-то из них станет анималистом, сделав главными героями своих картин представителей фауны.